Хоккейный клуб Рубин Отомстить хоккейному Санкт-Петербургу Рубин сумел уже через день. С Канева приехала в Тюмень, занимая второе место в таблице ВХЛ и оправдывала свой статус вплоть до 47-й минуты, спокойно шествуя к победе 3-0. Но спокойно с Рубином не бывает никому. Никита Мокин вернул тюменцев в игру. Грубость гостей позволила Семену Иванову забросить в формате 5 на 3, а далее Сибиряков было уже не остановить. Алексей Митрофанов на удар в колено ответил броском в девятку, а на 59-й минуте Антон Сизов лишил армейцев даже овертайма. Крутая победа Рубина 4-3. 13 фееричных минут вывели команду Дениса Ичменева в лидеры ВХЛ по потерянным очкам. Ну, мужики смогли переломить, вытащить тяжелый матч против хорошей команды, в которой много талантливой молодежи. Но сегодня победа за нами. В рамках второго тура российской суперлиги по мини-футболу к МФК Тюмень приехала Ухта. В составе гостей едва ли не полкоманды старых знакомых. Тренер Игорь Путилов, а также игроки Евгений Мурашов, Евгений Мишарин, Денис Гулякин и даже вернувшийся из Испании Филиппе, который и открыл счет в матче, а в итоге оформил дубль. Но выиграть это Ухте не помогло. Голы Дениса Неведрова, Йоанна Лазаревича, Артема Антошкина и Максима Емельянова принесли тюменцам победу 4-2. Решающим стал гол капитана в начале второго тайма. Лазаревич забил третий гол во втором матче за Сибиряков. Емельянов отличился с пинатией, который сам же и заработал. Одна победа в 14 матчах. Тюменский легион не лучшим образом начал чемпионат молодежной хоккейной лиги. Домашние поединки с омскими ястребами ситуацию не улучшили. В первой встрече было заброшено 10 шайб, 8 из которых влетели в ворота хозяев. Голы престижа Дмитрий Кадулин и Артем Логинов провели лишь в третьем периоде. В повторном поединке борьбу легионеры навязать сумели, но снова уступили 2-4. Дубль оформил Никита Брютов. Исправить ситуацию тренерский штаб молодежки Рубина пытается и кадровыми решениями. Команду покинул Гарик Матурин, которого в предсезонке даже подключали к основе. Посмотрели мы 12 игр его, результат его просмотрели. И в бомбантирских качествах он не влистал, не показывал то, что мы от него ждали. И в содержании игры очень много потерь, продолжения нет. И парень приезжий, за которым смысла не было даже его оставлять и держать. Клуб Виктори – вице-чемпион первенства мира по спортивному чирлидингу. В командной дисциплине тюменки оставили позади главных фаворитов американок, а уступили только действующим чемпионкам из Финляндии. Получается, что мы остались без лета. Межсезон у нас было потрачено на сборы выездные. Мы работали все лето девочками над программой. Чистились, усложнялись. И это дало свои результаты. В тюменской команде всего 6 лет, но и этого хватило, чтобы навязать конкуренцию родоначальникам вида спорта. Награда стала первой в истории российского чирлидинга на юниорском уровне. Когда били второе место, я была прям счастлива, потому что это второе место на чемпионате мира. Да, не первое, но это тоже показатель, что мы можем, что мы тоже чего-то можем достичь. Все просто плакали от радости, все обнимались, там буря эмоций была. Это не описать словами, это нужно почувствовать.